Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы уже две передачи обсуждаем достаточно сложное историческое явление, явление обновленчества. Подошли мы к этой теме через русский исход, через воспоминания о русском зарубежье, потому что в том числе немало людей, которые уезжали из страны, уезжали не только потому, что нестабильным стало экономическое и политическое положение, но в том числе уезжали в качестве несогласных с тем курсом, выбранным и в том числе церковью. Потому что, как мы в прошлой нашей передаче выяснили, вот этот обновленческий раскол был инициирован именно политической властью, государственной властью. ОГПУ пыталась разрушить церковь изнутри, привнеся этот раскол внутрь церкви. Однако мы сказали в прошлый раз о том, что сейчас под термин «обновленец», «модернист», «либерал» это стали такими действительно ругательными терминами. И вот под эти термины очень часто попадают те, кто таковыми людьми, собственно, не являются. Это попытка прекратить всяческий диалог, окрестив человека, повесив штамп и ярлык, что он обновленец. Это попытка прикрыть отсутствие своих аргументов на какое-то вопрошание со стороны, может быть, людей за церковной оградой. Вот попытка сказать, что я не хочу с тобой разговаривать, заканчивается, как правило, обвинением в модернизме, либерализме и обновленчестве. Так ли это на самом деле? Действительно ли являются обновленцами те, кого мы зачастую таковыми называем? Поговорим об этом вновь с отцом Алексеем Турловым, с нашим гостем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Отче, ну вот, как правило, те, кто нас смотрит регулярно и постоянно, знают, что, собственно, вот мы какими-то циклами так встречаемся. В среднем цикл из трех бесед, из трех встреч. И в том числе знают, что, как правило, самый смыслообразующий, главный вопрос, я пытаюсь оставить действительно для последней, третьей встречи. То есть все остальное в качестве некоторой преамбулы, введения, некоторого контекста, проблемного поля мы очерчиваем. И все-таки большинство из тех, кто нас, может быть, смотрел в прошлый раз и позапрошлый раз, у них встает вопрос, как мне это, собственно говоря, может пригодиться вот сейчас. Зачем мне знать, условно говоря, про этих обновленцев, там, 22-го года или про этих обновленцев, там, скажем, начала 20-го века. Дайте мне конкретные ЦУ, что мне нужно делать, чтобы мне не попасть и вообще, как вообще одно от другого отличить и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, мы этим вопросом, я бы хотел сегодня вот и посвятить нашу третью встречу. То есть фундаментальный, главный вопрос, который мы в том числе обсудили сегодня за эфиром. Где та грань, за которой я еще человек церкви, но переступив которую, я действительно становлюсь, там, не знаю, модернистом, обновленцем и так далее. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте начнем, опять же, с некоторой вводной части. Мы сказали, что мы на сегодня прибережем эту тему. Какие все-таки проблемы видели те, кого мы называем обновленцами 20-го века, начала 20-го века, которые стояли в качестве угрозы, опасности, в качестве какого-то вызова перед церковью, на их взгляд? Как вам кажется? То есть про русификацию мы уже поняли. Но это, опять же, русификация, я думаю, проблема для них стояла понимание богослужения, чтобы люди понимали богослужение, в котором участвуют. А вот еще какие проблемы? Вы знаете, некоторые обновленцы очень далеко заходили в своих мечтах. И тогда, когда уже осуществился обновленческий раскол, был целый ряд обновленцев, которые призывали вообще к коренной ломке всех порядков церкви. Были те, кто ратовал за догматическую реформу, за ломку догматов, за изменение основ вероучения. Если вы возьмете и почитаете обновленческие газеты того периода, а я их читал, они сохранились в виде контрольных экземпляров в Москве, в центральной библиотеке имени Ленина. Они просто насыщены, вот самые первые годы начала обновленческого раскола, 22-23 годы, предложениями ломать все, изменить строй церкви. Черное духовенство сравнивалось с помещиками и капиталистами. Обновленчество сравнивало себя с революцией в церкви. О том, что нужно разрушить догматическую систему, потому что она повторяет якобы за собой царский двор. Вот представляете, даже такое я вычитал, что вот небесная иерархия со святыми, это якобы некое подобие, представляете ли себе, царского двора. И поэтому надо... То есть это такая форма монархии манипулировать человеческим сознанием. Ну, вы понимаете, что те, кто вступили в очень близкие отношения с большевиками, причем те, кто управлялись к тому же еще и чекистами, они готовы были пойти далеко. Они зачастую хотели революционные методы в церковь внедрить, внести, разрушить и построить, как говорили тогда революционеры. И вот эти вот призывы о коренной ломке всех устоев церкви, об отмене монашества, они говорили, что монашество – это устаревший институт. И действительно, обновленцы у себя ликвидировали монашество, закрывали монастыри. Даже свои обновленческие соборы, которые они проводили в храме Христа Спасителя, они проводили без монашествующего духовенства. И даже епископат монашествующий, который присутствовал на открытии этих соборов, после открытия собора вынужден был удалиться, потому что вот это вот прогрессивное духовенство, как они себя называли, потребовало монахов покинуть зал заседаний. Причем мы знаем, что все события, происходящие на вот этих вот обновленческих псевдособорах, соборами их нельзя называть, они все были сдирижированы и распланированы из шестого ликвидационного отдела ГПУ. То есть тот отдел, который должен был заниматься ликвидацией церкви, составлял программу действий для обновленческого собора. А вот я бы хотел немножко взять и вернуться в нашу первую встречу. А как вообще люди русского зарубежья относились к обновленческому расколу? Потому что, ну, мы знаем, что добрая часть русско-религиозной философии, там, не знаю, Бердяев, Розанов, Мережковский, это достаточно таких, ну, широких, будем говорить так, максимально обтекаемых, широких взглядов на богословие, на христианскую религию люди. Вот они там, скажем, ну, не они, я имею в виду, там, Бережковского, а вообще в целом люди, которые уехали в русском, и оказались в русском зарубежье, они и начали аплодировать вот этим инициативам или отнеслись со скепсисом? Они даже не со скепсисом, а с отторжением отнеслись. Я вам для примера приведу два исторических события. Первое – это битва за собор Александра Девского в Париже, куда был заслан обновленческий священник Соколовский, который должен был создать параллельную альтернативную общину. То есть первоначально он сам был вообще-то в клире этого собора, а потом он решил создать параллельную альтернативную обновленческую общину, и, пользуясь тем, что обновленцы имели прямые контакты с советской властью, отобрать собор как якобы принадлежащий обновленцам, которые позиционировали себя преемниками, якобы преемниками. Понимаете? Я просто почему еще спросил. До 2004 года, а я напомню, что в 2004 году, собственно, был подписан акт объединения Русской Церкви за рубежом, так называемая РПЦЗ, с Русской Православной Церковью, то есть митрополит Лавр, святейший патриарх Алексий, подписали, наконец, столь долгожданное с обеих сторон вот это вот письмо. До этого момента я вот просто помню, там, не знаю, в 2000 году, я помню, там, в 2001 году, когда вдруг поднимался вопрос о зарубежной церкви, о РПЦЗ. Почему-то к ним, в том числе, как бы относилось слово «обновленцы», «модернисты». Ну, понятно, что это относилось не в высших эшелонах, там, богословских, но вот на уровне обывателя почему-то то, что за рубежом, не воспринималось как часть нас, нашей культуры, которые были вынуждены просто в свое время уехать. Ну, как раз РПЦЗ сложно упрекнуть и в обновленчестве, и в модернизме, они, скорее, наоборот, традиционалисты. Дело в том, что, например, в Париже архиепископия, которая вот воссоединилась уже после РПЦЗ, которая вот два года назад воссоединилась, она была не в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, она первоначально была в прямом патриаршем управления патриарха Тихона, а после того, как разорвались связи с Московской патриархией, они временно вошли в состав Константинопольского патриархата, где находились до 2018 года и вернулись сейчас обратно в состав Московского патриархата. Вот. Это небольшое уточнение. Что касается отношения к обновленцам, вот еще я начал приводить в пример события вокруг собора Александра Невского, так вот не смог этот протеерей Соколовский собрать вокруг себя достаточную инициативную группу, которая могла бы составить конкуренцию приходу. Это первое. А вот другой пример, еще более яркий, это пример событий, происходивших на территории Соединенных Штатов Америки. Там ведь обновленцы смогли отсудить несколько храмов. И я бы даже сказал, что епархия, вот эта вот североамериканская епархия лишилась большей части своих храмов временно, они потом вернулись обратно. Но это сделал обновленческий псевдометрополит, лжеметрополит Иоанн Кедровский, который заручился тоже поддержкой советских властей, и он, выступая якобы законным преемником и имея документы, присланные ему из Москвы, смог отсудить. Вот в Париже не удалось отсудить, а в Америке удалось, в том числе и кафедральный собор в Нью-Йорке. Он смог их отсудить, и дальше наступает самый интересный момент. Он не смог обеспечить себя прихожанами. Людей в обновленческих храмах не оказалось. И знаете, что они сделали? Они сдали эти храмы в аренду своим же собственным прихожанам за деньги. Вот это очень хорошо показывает отношение к обновленцам. То есть сами обновленцы в Америке, даже получив в собственность большую часть имущества североамериканской епархии, не смогли у себя обеспечить даже приходские общины какие-то минимальные. Храмы оказались пустыми. И сами же прихожане этих храмов взяли их потом в аренду у обновленцев за деньги. А сами обновленцы фактически пользовались только кафедральным собором, и то служили там от случая к случаю. То есть было несколько десятков человек вокруг этого обновленческого лжемитрополита Иоанна Кедровского, которые были его непосредственными сторонниками. Вот вам, пожалуйста, отношение миграции. Это очень хорошо иллюстрирует. То есть ни в Европе обновленцев эмиграции не приняла и не поддержала, ни в Америке не приняла и не поддержала. И в России, как мы видим, народ обновленцев тоже не поддержал. Но дело в том, что действительно то, что сделали обновленцы, это то, что мы с вами уже говорили, это грубейшее попрание догматического строя православной, это попытка ревизии канонов, попытка ревизии вероучения. Да, они не дошли до официального изменения канонов, но они замахнулись. А каноны они все-таки меняли до официального изменения вероучения. Они не дошли, но замахнулись, замахнулись. Они открыто это писали в газетах, и они это обсуждали. Но эта вот трагедия, эта драма, она вот связана с тем, что просто с водой выплеснули младенца. То есть, условно говоря, в этом запале начали уже, ну, как оно часто водится, революцию делают романтики, а заканчивают подлецы. Вот, вроде бы хотели, условно говоря, начать что-то в положительном аспекте менять то, что действительно является проблемой внутри церковной, а закончили тем, что как собака упивается собственной кровью, когда лижет пилу, вдруг начали упаяться этой собственной властью, этим сотрудничеством с советской властью, и просто начали, условно говоря, направо-налево этим орудием махать. Как вам кажется? То есть, в идеале-то все-таки эти... Если бы это было с соблюдением канонических норм, если бы это было с соблюдением догматических аспектов, если бы они изменили, ну, условно говоря, ровно то, что изначально рассматривалось как проблемой, в том числе даже на Архиерейском соборе, стало бы обновленчество ругательным словом или нет? Просто в данном случае я спрашиваю вас как эксперта в этой теме. Может быть, это будет частное мнение? Ну, во-первых, я хочу сказать известную фразу, что история не терпится слагательного уклонения. А во-вторых, с того момента, когда они встали на путь раскола, даже гипотетически нельзя говорить о том, могли ли быть их реформы в результате правильными. Или если бы они сделали не такую, а другую реформу, было ли бы это нормально? Ведь они изначально оторвали себя от тела церкви, пойдя по пути не только непослушания патриарху, а по пути прямого подлога документов, по пути захвата церковной власти, по пути устранения от управления законных архиереев там, где они не принимали обновленчества. То есть это изначально был путь захватнический. И, собственно говоря, тогда, когда говорится о реформах уже в периоде, начиная с мая 1922 года, то здесь, в принципе, не могло бы быть хороших реформ, потому что все, что там делалось, это делалось незаконно и неканонично. Мы можем, для примера, смотреть на наши братские церкви, которые нам близки по духу. Это церковь сербская церковь, это церковь болгарская. У них языки тоже славянские используются в богослужении. Так вот, например, что касается современного состояния, то в сербской церкви произошла частичная сербизация богослужений. То есть у них на сербский язык уже многие богослужебные тексты впереди, хотя они продолжают использовать старославянские тексты, те же самые, что и у нас. Такие же старославянские минеи, такие же актоихи у них есть. Я сам, когда был в Сербии в паломничестве, на клиросе у них читал, они мне давали книгу старославянскую, а сами читали по сербским. То есть у них наравне в богослужении используется и сербский, и старославянский язык. У болгар примерно такая же ситуация. Вот хорошо, что мы начали подходить к этой теме, потому что уже и время, и сегодняшняя передача потихонечку близится к концу. Мне бы все-таки хотелось вот фундаментально разобраться. Вот смотрите, какая интересная штука. Отец Николай Афанасьев, известный литургист, на одном уровне воспринимается с архимандритом Киприаном Керном. Ну, то есть это действительно такой очень глубокий исследователь литургического наследия. Он в том числе, по-моему, он, если я только что-то не путаю, но это не суть важно, кто автор, вводит в такое выражение, как литургическое возрождение. И сами мы периодически, нет-нет, да когда заходит речь о 90-х годах в нашей стране, когда смена власти произошла, когда открылись церкви, когда массово люди начали принимать крещение, когда вновь возобновилась книга печатания, ну, в смысле, печатания книг религиозного характера, Библии и так далее, так далее. Мы этот период тоже называем некоторым таким возрастом, возрождением, может быть, не столько литургическим, сколько вот, в принципе, церковным, христианским возрождением, вторым крещением Руси, там, и так далее, и так далее. И вот мне интересно, где протекает грань, на ваш взгляд, как на взгляд ученого, да, церковного историка, где литургическое возрождение переходит в обновленчество и модернизм. Ну, то есть, условно говоря, мы вот даже еще лет 10, по-моему, если мне память не изменяет, термин катехизация был вообще как бы незнаком современному христианину, обывателю. Мы вернули и этот термин, и необходимость огласительных бесед перед крещениями, необходимость вот некоторого просвещения перед вступлением человека в церковь. Вот, и можно эту катехизическую такую практику назвать признаком литургического возрождения. Но где, в какой момент вот это литургическое возрождение становится опасным для церкви, разрушающим церковь обновленчеством, модернизмом? Вот так, чтобы это, условно говоря, мы же даже знаем, что нашему патриарху прилетало регулярно там со стороны радикально, радикальных традиционалистов, да, что его обвиняли в обновленчестве и модернизме. Вот даже через вот установление этих, там, практиков, возобновления, там, например, огласительных бесед или еще что-то такое. Хотя внешне он не объявляет русификацию, наоборот, он максимально и себя, и народ сдерживает к тому, чтобы русификация богослужения не была проведена. Там еще какие-то вещи. Вот где эта грань? Как вам кажется? Вопрос довольно-таки многогранный. Вот что касается литургического возрождения, то в нем, наверное, стоит обратить внимание на то, что главное — это осознанное участие мирян в литургии и сознательное, и частое, в том числе, участие в Евхаристии. Вот этого, к сожалению, в дореволюционной практике не хватало, потому что мы знаем, что в дореволюционной практике сложилась такая традиция причащаться четыре раза в год, а если не получилось четыре, то один раз. И таких людей называли годовики. Да, да, да. И, может быть, некоторые даже это делали только потому, что нужно было справку взять о том, что он причастился, исповедовался. Да. Вот об этой стороне литургического возрождения действительно мы должны заботиться. То есть, чтобы люди были в храме, чтобы люди сознательно участили в Евхаристии, чтобы это для них было частью их жизни. И здесь, как говорится, поле для работы, оно для всех нас еще открытое. То, что касается, а будет ли это литургическое возрождение лучше от того, что часть службы станет совершаться на русском языке, вот здесь бы я так сказал, что это совершенно невзаимосвязанные вещи, вот с моей точки зрения. Вот вы знаете, сама, например, литургия на славянском языке для регулярно посещающих храм, она понятна и привычна. Вот. Относительно, может быть, некоторых моментов, да, еще можно подискутировать, и все-таки мы знаем, что некоторая частичная правка старославянского текста ведется, но мы должны понимать, что любые реформы внутри церкви должны делаться чрезвычайно деликатно, обдуманно и осторожно. И здесь правило не только семь, наверное, раз отмерь, один раз отрежь, а, наверное, сто раз отмерь, один раз отрежь. Мы знаем пример нашей истории, это пример старообрядческого раскола, когда необдуманное введение реформа именно богослужебного текста, даже не язык менялся, а текст менялся, а привело к расколу, который не исцелен до сих пор. Ну вот мне еще кажется, что проблема, например, старообрядческого раскола, она еще и в том, что и мы наблюдаем эту тенденцию сейчас. Вот до вас здесь как-то сидел отец Максим Кокарев, который тоже является церковным историком, и мы говорили, что к печальному такому, к нашему, к сожалению к нашему, церковь, условно говоря, движется на те же грабли, желая наступить. Вот. Отец Максим говорит, что, например, не разрешен конфликт большой пропасти, дистанции между клиром и миром. То есть вот в тот момент, когда никоновские проводились вот эти вот реформы и так далее, никто не спрашивал, условно говоря, простого народа, чего он хочет. И в этом смысле как раз архиерейский собор 18-го года, решение которого просто не успели вступить в силу, он являл как раз совершенно иную формацию вот этих вот отношений между клиром и миром, и они не успели закрепиться. Вот. Просто вот интересно мне, я думаю, что обыватель какой-нибудь, смотрящий нас сейчас со стороны, он тоже вот задаст вопрос, ну вот почему, например, во Франции, когда вы приезжаете, вас не задевает тема французского языка в богослужении? Вот. Или там где-нибудь в Англии, в Лондоне, когда они служат на английском, понятном там языке. Вот. Почему эта тема столь болезненно здесь так воспринимается, хотя большинство из современных людей не говорят там по-славянски, не употребляют этот текст даже в ходе утреннего-вечернего правила, да, то есть они не читают это утреннее-вечернее правило за, там, ну, например, непонятностью текста или, в принципе, какой-то такой сложностью его. Вот как вам кажется, почему в данном случае есть вот такой парадокс? Как он разрешается? Ну, то, о чем мы с вами говорили на прошлых передачах, это связь русского языка в богослужении с определением, обновленцы ли это или нет, она в народном сознании, в церковном народном сознании до сих пор еще существует. Поэтому автоматически, как только встает этот вопрос, сразу же возникает здесь ассоциация с тем обновлением. Мы должны учить, не забывая и о тех горьких ошибках. И делать выводы из таких исторических событий тоже нужно. То есть то, что я изучаю реформы, совершенно не значит, что являюсь сторонником реформ. И вы знаете, я сам, больше изучая реформы, стал большим традиционалистом. Что интересно, видя то, какое зло необдуманные реформы могут приносить церкви. Так вот, проблема языка, я вас понял, да. Мне кажется, что еще не пришло время. Наверное, еще не пришло время. А вот вы упомянули Европу и другие страны. Например, в Европе сейчас нормальная практика читать Евангелие второй раз на языке той страны, где совершается богослужение. То есть если речь идет о Франции, читают после славянского текста то же самое зачало на французском. То же самое можно сделать с апостолом. То же самое происходит в Германии на немецком, в Италии на итальянском, в Голландии, соответственно, тоже на местном языке. И вот эта практика, которая там воспринимается нормально, может быть для нас некой подсказкой. То есть если на каком-то приходе вдруг действительно возникнет вопрос, что вот нам бы, батюшка, вот попонятнее бы чтение евангельского литургии, то мы все-таки все узнаем. Каждый раз она одна и та же. А вот чтение, оно меняется. Ну, наверное, батюшка может взять благословение у епархиального хриерея и прочитать то же самое зачало по синодальному тексту. Почему бы и нет? — Отче, так жаль, что заканчивается сегодняшняя передача, потому что, конечно, опять же, мы многое не успели обсудить. Но резюмируя, мне кажется, важно сказать, что проблема, как вот, по крайней мере, из нашего диалога я это вынес, проблема не в самих реформах, да, проблема в том, как, насколько деликатно, насколько послушно голосу соборной всей апостольской церкви они будут приниматься. Если вся полнота и соборность еще пока этому сопротивляются, значит, и не нужно педалировать, не нужно насильно вторгаться в то пространство, где ангелы парят, да, где иногда на цыпочках нужно передвигаться. Я сердечно благодарю вас за наши такие трехнедельные диалоги, и, надеюсь, мы смогли для наших телезрителей, для обывателей, которые, может быть, не до конца еще разобрались с какими-то важными фундаментальными терминами, расцветить и разъяснить термин обновленчества. Спасибо вам. Вам спасибо. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова